Когда молимся за кого-то, то я верю, что Бог исцеляет. Часто слышу о проклятии. Действуют ли такие проклятия на людей? Хороший вопрос. И хорошая тонкая тут деталь подмечена. Если мы верим, что я молюсь и кто-то исцеляется, то аналогично, что кто-то проклинает кого-то и кто-то заболевает. Если это зависит от меня, а не от того человека. Но я больше склонен вот во что верить. И как я понимаю вещи. Почему иногда молится весь мир и ничего не происходит, потом все списывают на волю Божию. Потому что, давайте так, смотрите, как Иисус молился. Сатана просил или хочет сеять вас, как пшеницу. А я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя. То есть молиться о том, чтобы у человека проявилась вера, не оскудела вера, развивалась вера, умножилась вера, уверовал человек. Потому что благодаря вере все будет происходить в этого человека. То есть если у человека, за кого ты молишься, будет вера, то больше, важнее молиться за веру, потому что вера отслышанность, чтобы ситуация как-то пришла, чтобы человек слово услышал, чтобы человек как-то понял. И если он осознает, и он в это поверит, то исцеление это результат уже веры. А мы молимся за исцеление, мы молимся за другие вещи. Но Иисус говорит, я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя. Молюсь, чтобы, вот молитва Иисуса Христа, чтобы все были едины, чтобы, опять же он говорит, чтобы они могли, вот состояние, которое он там говорит, чтобы мир мой даю вам, чтобы вы пребывали в этом мире. То есть на самом деле доверились, вы могли доверяться мне. Я с вами, я говорю вам, я верен. И это говорит о том, что если у человека будет вера, то все возможно верующему. Поэтому, если по чьей-то молитве я исцеляюсь, а мне не важно верить, кто-то просто молится, я исцеляюсь, то тогда есть такая тенденция, что кто-то меня будет проклинать, я буду, представь себе, желающих помолиться за меня, даже среди верующих, сколько. И сколько желающих меня проклясть среди верующих, я думаю, что намного больше. Ты же мешаешь ихнему богословию, ихнему мировоззрению, откуда ты взялся. И ты развращаешь людей, и люди уходят из церкви, и люди становятся свободными. И ты мешаешь не просто ихней вере, ты мешаешь ихней системе, что люди просто принимают благодать, у них есть один пастырь. Шатаешь трон. Представь себе, если бы это было так, мы бы уже давно в гробу лежали с тобой. Если бы люди просто проклинали, мы были бы прокляты. Если бы люди за нас молились, проклятие это тоже на расстоянии молитва, по сути. Некоторые молитвы есть проклятие. Так говорит Господь. Это же проклятие на самом деле. Люди молятся, говорят, они вроде бы молитву произносят, но это проклятие. Поэтому, если бы это было так, то работало бы, что просто я помолился. Я не хочу подрывать вашу веру, вашу молитву. Но вы верите просто, вы верите. Вы просто так себе верите, что это работает. Но по факту, когда мы молимся за кого-то, но я стараюсь в последнее время не просто молиться, но найти какую-то связь, созвониться с тем человеком или кто-то рядом, рассказать благодать, сказать им, поднять веру того человека. И тогда наша молитва. Или, например, мы просто сказали человеку, мы молимся за тебя. Знаешь, что происходит? У человека вера поднимается. Со мной будет все хорошо, люди молятся за меня. Но если человек не знает этого, знаешь, вот эти вещи, то это очень часто может происходить. Поэтому, если бы было только так, как вы говорите, просто мы молимся, и люди исцеляются, то тогда любые молитвы, независимо от того, человек верит в это или нет, сколько людей хотят, чтобы я был бесноватый, сумасшедшим в доме был, сколько людей хотят, таких много. Но это все связано с религией. Религия – это самая страшная негативная сила на земле. Они готовы всех убить за свою веру. Когда настоящая истинная Евангелие, и люди, последователи настоящей веры, готовы умирать, а не убивать кого-то. Сами готовы. Но они готовы убить кого-то. Они готовы проклинать кого-то только потому, что кто-то мешает их убеждениям, их неверой. Они не готовы благословлять, они готовы проклинать. Если бы это работало, так же, как и молитва работает, то это было бы страшно. Поэтому праведный верою своей жив будет. Верою своей. Вам нужна лично вера. Иисус всем говорил, вера твоя спасла тебя. Вера твоя. Твоя вера. Лично твоя вера. И написано, что он не мог исцелить Иисус по неверию их. То есть Иисус бы мог без их веры исцелить их. Но мы говорим, что да, неважно твоя вера, мы так говорим. Я слышал, как проповедники говорят, неважно, есть у вас вера или нет. У меня есть вера, я пришел. Но тогда у Иисуса не было веры, потому что он не мог их исцелить. И неважно, была ли у них вера. Поэтому, если у людей будет вера, люди будут доверять, люди будут верить, люди будут действовать, соответственно, в вере, то тогда молитва будет иметь успех. Это мое убеждение. Иначе это будет много-много-много нестыковок и много проблем. Иначе это будет много-много-много-много-много-много. Субтитры создавал DimaTorzok